Принцесса Фавзия своей красотой и нежностью затмила саму Вивьен Ли. Ее голубые глаза вдохновили известного фотографа Сесила Биттона на фотосессию в журнале Life. И все же не красота и обаяние 17-летней принцессы покорили молодого и любвеобильного иранского принца Мохаммеда Резапи Хлеви. Это был самый настоящий политический союз между Ираном и Египтом. Всем привет! Я Гимолок Ольга Меликян. Вы на канале о драгоценных камнях Джим Стоунс. Начинаем! Фавзия родилась в семье египетского короля Фуада I. Была старшей дочерью и самое примечательное то, что она имела европейские корни, в том числе и французские. Видимо, это послужило причиной ее притягательной внешности. Разглядывая фото Фавзии в молодости, не сразу скажешь, что это египтянка. Детство Фавзии прошло в ограничениях согласно ее социального положения. Фавзия училась в Швейцарии и получила хорошее образование. Свободно владела английским и французским языками. В 17 лет Фавзию выдали замуж за иранского принца Мохаммеда Реза Пихлеви. Фавзия из одной золотой клетки попала в другую, еще более тесную. На фото мы видим очаровательную принцессу, утонченную величественную в сверкании бриллиантов. Но ни на одной из этих фото нет даже намека на улыбку. Возможно, это была ее личная манера так держать себя перед камерой, хотя мне думается, что причины иные. Свекру принцессы, иранский шах, бесцеремонно вмешивался в личную жизнь молодых, да и вместе супруги проводили очень мало времени. Через два года Фавзия получила титул королева. Это стало возможно в связи с изгнанием шаха в результате советско-английской интервенции в Иран. Отныне шахом стал Мохаммед Реза Пихлеви. Фавзия по своему происхождению была значительно родовитее Пихлеви, который, по сути, являлся представителем клана, узурпировавшего власть в Иране. В семье молодого шаха родилась дочь, принцесса Шахнас Пихлеви. Но это не сблизило супругов. Даже ходили разговоры о супружеской неверности шаха, хотя это всего лишь разговоры. Тем не менее, именно Фавзия подала впервые на развод. И это был совершенно немыслимый шаг в ближневосточном обществе середины 20 века. Есть свидетельство родной сестры шаха, которая утверждала, что именно Фавзия потребовала развод. Шах отпустил Фавзию домой в Египет, но цена свобода для нее была непомерной – свобода в обмен на дочь. Официально в Египте было объявлено, что принцесса Фавзия не смогла переносить иранский климат, поэтому вынуждена развестись и вернуться на родину. В Иране же было объявлено, что королева Фавзия не может принести шаху наследника. Фавзия оставила дочку в Иране и вернулась в Египет. В Египте в 1949 году Фавзия вышла замуж за полковника Исмаила Ширина, приближенного своего брата, короля Египта. Несмотря на то, что спустя три года египетская монархия пала, Фавзия с семьей остались на родине, хотя и утратили все свои титулы. Второй муж Фавзии, полковник Исмаил Ширин, как и Фавзия, был королевских кровей, но это было уже не важно, потому что этот брак стоял на подлинных чувствах, без примеси политики. В остальном мире Фавзия официально сохранила монаршие привилегии, как человек, получивший их в период официального правления королевской семьи. Во втором браке у Фавзии родились дочь и сын. Она счастливо прожила со своим мужем 45 лет. Судьба отвела ей 91 год. В 2013 году Фавзия покинула нас. В Александрии ей были оказаны соответствующие почести, а простые люди обожали ее все время, называя не иначе, как наша принцесса. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы хотите получать от меня новые видео о драгоценных камнях, то подпишитесь на мой канал и нажмите колокольчик. Ну а я отправляю сделать для вас новое интересное видео о драгоценных камнях. Хорошего дня и давайте думать о прекрасном!